Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Высокий стандарт оснащенности должны быть во всех новых школах страны. Об этом заявил Алихан Смаилов во время осмотра строительства социальных и продовольственных объектов столицы. Премьер-министр побывал на площадке, где возводят общеобразовательную школу на 1200 мест, которая должна разгрузить другие учебные заведения столицы. Кроме того, глава Кабмина посетил многопрофильный завод по производству медицинского оборудования, офисной мебели и модульных сооружений. Предприятие будет поставлять продукцию не только на внутренний рынок, но и экспортировать в соседние страны. Проект привлек свыше 46 миллионов долларов иностранных инвестиций. Это один из примеров хорошего эффективного проекта по импортозамещению. Все виды продукции, которые будут производиться на вашем заводе, они очень востребованы и в нашей экономике, и в экономиках наших сопредельных стран. Поэтому этот проект и импортозамещение, и экспортоориентированный проект с привлечением иностранных инвестиций. Школьники села Щапова в Западно-Казахстанской области не дождались новой школы к сентябрю. Все дело в растущих ценах на стройматериалы. Подрядчик не смог завершить работы в срок из-за удорожания проекта, а власть региона считает, что застройщики должны были учесть риски перед тем, как принять участие в конкурсе. Моя коллега расскажет подробнее. Школу на 400 мест в селе Щапова должны были сдать к сентябрю. Но чтобы завершить работу, подрядчику не хватило 120 миллионов тенге. Строительные компании считают, что в проекте не учтена стоимость некоторых работ. К тому же стройматериалы подорожали почти на треть. На данный момент мы все общестроительные работы завершаем на 90%. У нас остается линолем расселить, двери межкомнатные внутренние поставить и провести до конца благоустройство. Если средства выделятся, месяца на два где-то растянется. Не завершено и благоустройство территории школы. На 8 тысячах квадратов предусмотрены футбольное поле, несколько спортивных площадок, полоса препятствий. В проекте искусственный газон, брусчатка, асфальт и резиновые покрытия. По подсчетам строителей нужны еще около 20 миллионов тенге. Цены на битум, на асфальт повысились моментально. Сейчас в основном идут работы по укладке футбольного поля. Искусственное покрытие стало очень-очень дорогое удовольствие. Не хватает финансирования. Каждый день получаются цены на ПГС, на щебень, на цемент, на бетон. А это все необходимо для строительства. Если перерасчета не будет, мы будем работать на убыток. Власти региона готовы пересчитать расходы и доплатить строителям, взявшим проекты до мая прошлого года. К примеру, семь строительных компаний получат доплату в общую сумму 1 миллиард 200 миллионов тенге до конца года. Предприниматели, подписавшие договоры позже, должны были учесть растущие цены, заявили в управлении строительства. Все, кто участвовал в конкурсах после 30 апреля, вопрос о выплате инфляционного удорожания рассматриваться не будет. Почему? Потому что подрядчик уже после 30 апреля знал, что произошел рост на строительные материалы и осознанно участвовал в данном конкурсе. Соответственно, он понимал, что на предусмотренную сумму без выплаты инфляционного удорожания он сможет закончить данный объем. Моя младшая дочь пойдет в эту школу в 10 класс. Она очень хотела, чтобы учебный год начался в новом здании. Но строители сказали, ничего не можем сделать, нет денег, чтобы завершить работу вовремя. Подрядчики надеются, что недостающие суммы им доплатят. Для этого нужно доказать, что проект нуждается в корректировке с учетом новых цен на рынке стройматериалов. Путагос Базарбаева, Балачарл Гасов, Эльдар Аюпов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. Актобия вновь накрыла густым, едким дымом. В городе горел полигон твердых бытовых отходов. Огонь пожарные потушили быстро, но мусор тлел еще несколько дней. Подробности в сюжете. Диоксид азота. Сегодня ночью были превышения до 119 показателей. Это микрограмм на кубический метр воздуха. Диоксид азота 40, а у нас было 119. Экологическая обстановка в Актубе и так далеко не самая благополучная, говорит экоактивист Алексей Сырбов. А периодически загорающийся полигон только усугубляет ситуацию. Свалка находится всего в нескольких километрах от города. И во время пожара на ней областной центр окутывает густой, едкий дым. Жителям приходится закрывать окна и не выходить без особой необходимости на улицу. Подожгите возле себя бутылку пластиковую и стойте возле нее. Ну, потушите, чтобы она тлела. Вот, то есть, это каждую ночь практически. И это не только полигон. Думаю, у каждого здесь есть приложение «Отказ гидромета» «Айр». То есть, каждый следит просто за выбросами. Просыпаешься среди ночи, смотришь на состояние датчиков и просто закрываешь окна. Ночью фактически спать невозможно, потому что никакого притока свежего воздуха нет. Очередной пожар на городском полигоне охватил площадь в 500 квадратов. Открытый огонь пожарные быстро потушили. Однако мусор продолжал тлеть еще несколько дней. И запах гари ощущался в разных районах города. С начала года в департамент ПЧС поступило 10 сообщений о загорании мусорного полигона. По результатам загорания обслуживающая компания 10 раз была привлечена к административной ответственности по статье 410, часть 2. После пожара экологи провели замеры, но превышение концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружили. Однако на полигоне все же проведут проверку. Мы направили запрос по управлению через все ситуации, чтобы нам предоставили материалы. И все это вкупы мы направим в комитет экологического регулирования для дачи заключения, чтобы мы открыли проверку на тот Абус Ахтюбе, который сейчас является правовым владельцем данного полигона. Между тем ни проверки, ни штрафы проблему не решат, уверены экоактивисты. Полигон твердо бытовых отходов они предлагают перенести подальше от города. Кроме того, необходимо внедрять культуру раздельного сбора мусора и налаживать его переработку, считают общественники. Все фракции полностью, включая пищевые отходы, опасные виды отходов, те же самые батарейки, ртуть содержащие различные приборы и сами градусники, отправляются на полигон. Как только температура поднимается свыше 30 градусов, пожалуйста, вот тебе минное поле. Естественные процессы никто не отменял. Это то, что я доношу важность, почему нам нужно разделять и хотя бы то, что можно на повторную переработку отдать, как бы использовать как сырье. Переносить полигон местные власти не планируют. Его расширят. Городская свалка заполнена, поэтому рядом подготовили еще 18 гектаров для полигона. Складировать мусор на нем будут, соблюдая все санитарные нормы, заверяют специалисты. Ввести новый участок в эксплуатацию планируют осенью. Есть план полностью засыпать данные открытые площадки для предотвращения пожаров. Также у нас в этом году будет введен в эксплуатацию увеличение мощности полигона. 18 карт обустройства у нас в данный момент идет всеми нормами экологического закона. предусмотрено полностью озеленение, межкартная дорога, обволок, пословенная засыпка с дальнейшим захоронением. Кроме того, вблизи полигона в ближайшее время планируют запустить сортировочную линию. Что касается переработки мусора, то с потенциальными инвесторами. Уже проходило несколько встреч, однако конкретных предложений пока не поступило. И об эпидемиологической ситуации в стране. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 1452 человека. Больше всего заразившихся по-прежнему в столице Карагандинской области и в Алматы. Меньше всего в Туркистанской области. Всего в республике выявлено свыше миллиона 370 тысяч подтвержденных случаев. В актубинских поликлиниках закончилась вакцина Пфайзер. Ей успели привиться 16 тысяч детей, а также больше 7 тысяч беременных и кормящих женщин. Остальной частью завезенного в начале года препарата, а всего было 158 тысяч доз, воспользовались люди пожилого возраста и инвалиды разных групп. Десятки жителей области в целях профилактики коронавирусной инфекции сделали ревакцинацию. В настоящее время в местных поликлиниках остались Синофарм и Казвак. С 12 до 17 лет у нас в прививке получили 16 113 детей. У нас получили 1229 беременных женщин и кормящих порядка 6000 женщин. Пфайзер сейчас в данный момент нету наличия. Закончилось у нас это буквально в июле месяце. Там, в принципе, и срок годности уже был подходящий, поэтому своевременно мы закончили. В Министерстве здравоохранения ведутся переговоры о закупе. И к новостям в мире. Один человек погиб, десятки получили ранения на фестивале в Испанской Валенсии. Сильный ветер обрушил часть сцены и некоторые другие сооружения. Мероприятие временно приостановили. Национальное метеорологическое агентство сообщило о сильных порывах ветра в регионе. Их скорость превысила 80 километров в час. Отмечу, на трехдневный фестиваль ждали больше 300 тысяч человек. В ООН призвали принять срочные меры по защите прав человека в Афганистане. По данным экспертов организации, чаще всего в стране нарушают права женщин и девочек, людей с ограниченными возможностями, правозащитников и журналистов. Напомню, год назад власть в стране захватили талибы. Организация запрещена в Казахстане. В ООН считает, новое правительство не только не выполнило свои обязательства, но и свело на нет большую часть прогресса, которую достигли за последние десятилетия. Отмечу, в Афганистане усиливается гуманитарный и экономический кризис. Почти 700 тысяч украинцев, пострадавших от боевых действий, запросили помощи от правительства или международных организаций, заявили в Министерстве социальной политики Украины. В то же время в Верховной Раде страны обсуждают законопроект об обеспечении жильем 250 тысяч граждан. Подробнее в нашем следующем материале. В апреле Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий выплату компенсации украинцам, чьи дома были разрушены в ходе вооруженного конфликта. Документ еще не принят. Задержку авторы проекта объясняют желанием разработать четкую и прозрачную процедуру по выдаче денег. Однако эксперты уверены, построить жилье, а это порядка 10 миллионов квадратных метров, для сотен тысяч людей невозможно. Даже при условии, что военные действия прекратятся. Сейчас правительство, депутатский корпус в принципе сошлись на том, и это предложение звучало в частности на многочисленных конференциях, связанных с донорской помощью западной, что будут предприниматься меры и готовится бюджет на строительство приблизительно 150 тысяч квартир и отдельных частных домов. Другая причина – острый дефицит специалистов, поскольку многие сейчас находятся на передовой. Огромная часть средств уходит на оборону от 5 до 8 миллиардов евро в месяц. Поэтому выплат придется ждать долго, что может увеличить число вынужденных переселенцев и вызвать волну народных возмущений. Часто люди это делают за свой счет, иногда одалживая деньги, но естественно рассчитывая на достаточно быструю компенсацию. Просто нужно понимать, что без этого опять же может случиться достаточно серьезное расслоение украинцев. К обсуждению законопроекта депутаты вернутся в сентябре. На начальном этапе планируется восстановить по 36 тысяч квартир в каждом регионе страны. К слову, выделяемые деньги будут целевыми. В случае покупки квартиры или дома запретить их продажу могут как минимум на год. Богатое собрание древних рукописей предметов казахского национального искусства и быта сохранило и перевезло на историческую родину семья Андаст в Талдыкургане. Часть наследия своих предков они уже передали в фонд историко-культурного центра Атамикен. Подробности у Гульнар Жантасовой. Для хранительницы очага семья Андаст Ауизхан Мажайхазы каждый предмет на этом столе представляет особую ценность. В них история четырех поколений рода. Начинается он с далекого предка Ултараха, от которого удалось сохранить пять вещей, принадлежавших ему, охотнику и биркутчи. От второго Жансарбая, поскольку он был лекарем, остались изделия из дерева, посудов, которые он смешивал с военскнадобья и тамга. От двух других предков предметы быта, а также камча, сброя коня, пояса и этот самовар 1825 года. Наши предки никогда не разбрасывались своим наследием. Был такой завет, если не можешь сам сохранить, отдай в чьи-нибудь благородные руки или же сожги, но чтобы ни один предмет не был просто так выброшен. Помня это, я все собрала и с каждым приездом сюда, в Казахстан, привозила их по частям. Таким образом, мне удалось основную часть завещанного нам привезти сюда. Главное из ценностей рукописи прапрадедов. Они передавались из поколения в поколение и собирались буквально по крупицам. Здесь стихи, поэмы и хроника жизни казахов Китая, которые веками жили на территории Ильинской казахской области Суар. В Казахстане много поэтов, писателей, историков, но именно эта тема осталась неизученной. Вот работа моего отца про жизнь этнических казахов, которые живут за рубежом. Кажет первым из детей семьи Андас приехал в Казахстан. Здесь получил второе высшее образование, которое открыло ему путь в отечественную журналистику. Сейчас он один из ведущих редакторов областной газеты ЖТСУ. В его личном архиве 20 выпущенных книг. Это исследовательские работы, публицистика, биографические, научно-исторические труды. Задача нашей семьи – все эти рукописи перевести в печатный формат. Здесь история целого поколения казахов, живших веками за пределами Казахстана. Она еще не изучена. К примеру, у отца есть записи «Айты со смогула и батеш» 1935 года. Благодаря рукописям, в основном собранным моим отцом Андасом и Маракыном, мы смогли узнать об этих талантливых людях. И здесь таких трудов много. А потому мы все документы систематизируем и передаем в госархив. Когда-нибудь все это станет предметом научных исследований. Творчество в любом его виде культивируется в этой семье. Дети приобщаются и к рукоделию, и к литературному искусству. Вдохновителем всего является бабушка семейства Ауисхан. В нашей семье семь магистров. Наши родители заинтересовывали нас в учебе. В школе мы учились отлично. На уроках и дома всегда рядом с нами была ручка и тетрадь. Постоянно что-то заучивали, сочиняли и пели. А еще интересовались историей и сохраняли все то, что осталось от дедов. Теперь к этому приобщаем и наших детей. Вот так трепетно в этой семье сохраняется наследие предков. И с каждым годом оно приумножается литературными трудами уже нового поколения. И может так сложиться, что биография этого рода ляжет в основу больших исследований многовековой истории казахов, кочевавших от Алтая и далеко за пределами Каспия. Гульнар Шантасова, Ужас Байбусынов, Хабар-24, область ЖТСУ. В Алматы проживает многочисленная династия часовщиков Шерхановых, которая насчитывает больше 40 мастеров. Их общий семейный стаж 300 лет. Они вдыхают жизнь в часы, заставляя их двигаться. Семья занесена в казахстанскую книгу Кинеса, аналога международной книги рекордов Гиннеса. Карлогаш Минаяков побывала в гостях у известной династии. Рабочий день Дельмурата Мираева начинается в 10 утра, не минутой позже, а заканчивается в 8 вечера, не минутой раньше. Часы приучили мастера быть точным и пунктуальным. Он работает в мастерской, где 45 лет чинила часы его мама. Дельмурат уже почти 30 лет вскрывает в сердца механизмов, определяет причину неполадки и исправляет ее. Часовщик настолько известен в городе, что найти его помогает не вывеска на мастерской, а народная молва. Династия Шерхановых продолжается по материнской линии. Мавлюда почти полвека ремонтировала часы. За это время через ее руки прошли 350 тысяч хронометров. Тяга к ним – это в крови, отмечает она. Основатель часовых дел нашего, нашей специальности, еще был мой прадед Шерхан. Он в Китае обучался у уникальных часовых мастеров. Отец Мавлюды был известным мастером не только в Казахстане, но и в других республиках бывшего союза. Мавлюда говорит, что он отремонтировал более миллиона ходиков, мог оживить любые умершие механизмы. А однажды ему довелось чинить часы самому Леониду Брежневу. Он чинил часы Хунаеву. И во время приезда Брежнева у него хронометр остановился. Пришли, говорит, такие чемоданные две телохранители. И прямо они стояли, смотрели, как он делает. И говорит, вот сейчас вылетает самолет, ты должен успеть. И успел папа. И прямо после этого Хунаев ему говорит, вот у тебя 10 детей, что бы ты хотел? Вот ты свои желания, ты мне, говорит, просто выручил. А он сказал, я строю дом, у меня бы две машины кирпича. Мавлюда, посмотрев на часы, может много сказать об их владельце. Его вкусах, достатке и даже род занятий определяет. Ее сын Дельмурат учился ремеслу со школьных лет у родителей. Ремонтирует то, за что другие вообще не берутся. Своей надеждой на продолжение династии он связывает с младшим сыном Улмуратом. Это уже будет пятое поколение мастеров. Часовое мастерство – это тонкая работа. Я вот почитаю, что есть профессия хирургов, очень тонкая и опасная работа. Потом ювидеры есть. И у нас часовые мастера вот тоже. Очень тонкая работа. Это такой степень тонкая, что можно через нашу лупу блоху разглядеть. Можно считать, что комару или блохе каждый день лицо умываем. Ну, в таком, в ассоциации на таком уровне идет. Дельмурат говорит, что работа мастера по ремонту часов творческая. Это один из самых необходимых и важных приборов, который будет актуален, пока существует человечество, уверен мастер. Карлыгаш Минаякова, Валентин Лобанов, Хабар-24, Алма-Аты. И на этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok